узкие укороченные брючки сегодняшняя наша тема конечно мы не будем проходить полностью конструирование у многих из нас есть базовая основа и у меня она передо мной тоже вот тут вот на столе моя выкройка мы вам сейчас покажем как она выглядит но дело в том что вот такие классические длинные брюки но я не очень люблю я уже и говорила что я отшила на курс они меня висят я потом их кому-нибудь подарю люблю брюки укороченные и зауженные я их ношу в разных вариациях но сейчас мне нужны брюки для отдыха вот такая вот стречевая тканечка у меня вот такие вот со стречем вот такие вот укороченные брючки абсолютно укороченная стеки с босоножками без каблучка как бы я на отдых себе сейчас раскрою ткани у меня метр тридцать пришли метр сорок и обязательно потом покажем вам готовы эти брючки а сейчас я вам покажу какие снять необходимые мерки какие изменения внести нам нужно в базовую основу брюк классических прямых чтобы получить вот такие вот узенькие укороченные брючки перед нами базовая основа брюк моя полочка спинка она очень хорошо сидит но это просторные такие классические брючки мы немножко их сейчас изменим для того чтобы месяц перестроить эти брюки я уже сняла переднюю половинку брюк с этой выкроечки заднюю половинку брюк и сейчас покажу вам какие нам необходимые мерки для этого дополнительные мерки речь идет о дополнительных мерках у меня длина брючины 87 сантиметров от линии талии вот до низа ширина по низу у меня 14 сантиметров но нам еще нужно знать обхват бедра человеческие то по нашему по простому по простонародному называется обхват ляшки но везде в литературе это называется обхват бедра поэтому будем с вами называть обхват бедра вот самое широкое место ноги вот здесь вот у меня 56 сантиметров обхват колена нам необходим 40 сантиметров и обхват икры это вот самое толстое место вот здесь 36 сантиметров значит так 56 40 и 36 вот мои все необходимы дополнительные мерки обхват бедра 56 обхват колено 40 обхват икви 36 длина брюк 87 ширина ни за 14 то есть нам от нашей базовой основы нужно прийти вот к этим меркам конечно при построении базовой конструкции не даются вот эти мерки как правило не даются и я не давала как бы но очень часто когда вы такие очень большие объем бедра когда очень большой объем икры когда брюки хотим не широкие прямо эти мерки можно использовать и в построении вообще основной базовой системы немножко как контрольные мерки учитывать их но мы у нас же брюки построены мы уже неоднократно шили а теперь нам нужно нашу базу основу брюк просто перестроить вот на такие узенькие не длинные брючки какие я люблю от линии талии по переду откладываем длину брюк 87 плюс откладываю до 90 сантиметров отрезаем 90 сантиметров это уже с прибавкой на подгибку вот мои брючки сейчас будем работать шириной отрезаем необходимую длину вот теперь они соответствуют той длине которая мне необходима но не соответствует подширения для того чтобы нам поработать с нашими объемами нам понадобится обхват бедра 1 2 нам понадобится 28 обхват колено 20 обхват икры 36 следовательно 18 это половина вот с этими мерочками мы будем работать для того чтобы нам проверить эти объемы с нашими игрока поработать мы наносим дополнительные линии от линии высоты сидения вниз откладываем ну 8 9 сантиметров примерно на то линия на которой мы будем с вами откладывать обхват бедра мы отложили 9 сантиметров до 9 с половиной ну так я смотрю глазами что параллельно идет линии высоты сидения на этой линии мы проверяем обхват бедра конечно сзади она немножко шире всегда это ли немножко свобода сзади остается а впереди мы можем откладывать точную мерку обхват бедра обхват колена на линии колена и от линии колена вниз откладываем сантиметров 15 но я вот так примерно привыкла вот так вот братья откладывать руками я не меряю никогда но вы сами посмотрите расстояние от самого толстого места икры до колена у меня 15 сантиметров вот так вот примерно пишу икра также точно на второй половинке 28 минус один сантиметр это передняя часть а задняя на задней половинке 28 будет плюс 1 сантиметр то есть вместе это все равно будет 56 28 минус 1 27 значит 27 по 13 с половиной сантиметров в обе стороны мы откладываем колено 20 сантиметров значит нам надо 19 минус 1 19 сантиметров это 9 и 5 и обхват икры 18 до 17 минус 1 17 значит 8 с половиной сантиметров в каждую сторону мы откладываем вот это те точки мы получили смотрите через которую мы строим нашу узкую брюченку но у нас еще есть низ низ у нас 14 сантиметров 14 минус 1 13 почему 14 минус 1 по формуле потому что передняя половинка на сантиметр меньше половинки а задняя половинка на сантиметр больше половинки на задней половинке у нас к этим половинкам везде будет плюс 1 а здесь минус 1 значит 14 ширина По низу. Значит, 14 минус 1, 13. Значит, 6,5 в одну сторону и 6,5 в другую сторону. Вот мы отметили наши все эти отметочки, через которые мы строим брючки. Теперь вернемся вот в эту точку. Учитывая, что брюки у нас очень узкие, мы на 0,7 укорачиваем ширину по линии сидения. Вот наша линия сидения, вот она вся высота сидения. Мы ее на 0,7 укорачиваем и на 1 сантиметр поднимаем кверху. Вот наша точка. Это потому, что очень плотные брючки. На 0,7 укорачиваем и на сантиметр приподнимаем. Это передняя половинка. Обхват бедра мы нанесли, обхват колена, обхват икры и ширина низа. Обратите внимание, вот здесь вот, если от этой линии к этой получается какой-то изгиб, все равно найдите решение, чтобы линии были ровные. Уже в резко-редко-редко-редко исключительном случае при очень широкой икре и при очень узком низе мы вот эту линию немножко вот так вот обводим. Но это очень индивидуально, а самое главное не прибегать к этому часто. Вот передняя половинка у нас готова. Вот видите, черненьким я ее обрисовала. То есть я внесла обхват бедра, обхват колена, обхват икры. Сейчас приподняла вот эту точку нашу на сантиметр и на 0,7 уменьшила. Это потому что узкие брюки, не классические. Здесь точно так же на сантиметр повышаем и на 0,7 укорачиваем. На 0,7 укоротили и на сантиметр подняли. Вот наша точка. Сейчас работаем вот с нашими обхватами бедра. 28 плюс 1, 29 пополам. А нам сейчас нужно провести линию за утюжки. Это брюки из нашего курса. Посмотрите, у меня здесь есть линия за утюжки. И на линии за утюжки я строила и переднюю и заднюю половинку. Сейчас, когда я снимала брюки, я зачем-то не начертила на задней половинке вот эту линию за утюжки. Но у вас она должна быть. Я ее сейчас нанесла, но вы снимайте с ней сразу переднюю половинку линии за утюжки, заднюю половинку линии за утюжки. Чтобы был центр брючины, от чего мы будем откладывать наши мерки. Вот эта линия, линия за утюжки, очень важна. Если здесь у нас было 28 минус 1, то здесь у нас 28 плюс 1. Значит, 29. Это значит 14,5 в одну сторону, 14,5 в другую сторону. Это наша мерка. Мерка вот прямо, вот, вот, прямо, вот, знаете, вот прямо по ноге, по ноге. На бедре мы все время работаем с нашими дополнительными мерками. Обхват бедра. Линия колена. У нас здесь была половина обхвата минус 1, здесь половина плюс 1. Значит, у нас, если тут было 19, то здесь 21. А вместе 40, наша мерка. 21, это получается 10,5. Обхват икры. Здесь было 18 плюс, минус 1, а здесь 18 плюс 1. Значит, 19. Внизу у нас 14 было, 14 минус 1, 13. А здесь будет 14 плюс 1, 15. Обратим внимание вот на эти отрезки. У нас ширина облючена 14, значит, по кругу 28. Что мы сделали? 14 минус 1, вот здесь у нас получилось 13 сантиметров. Здесь 13. А здесь 14 плюс 1, 15. 13 плюс 15, получается так и получается 28. Поняли, да? Спинка на 2 сантиметра шире в каждую сторону, чем вот здесь у нас, передняя часть. Вот мы, если наши все точечки, вернемся к обхвату бедра. Сзади на обхвате бедра, ну вот так вот от нашей полного обхвата, оставляйте хотя бы по сантиметру, вот здесь вот. Вот они, 1 сантиметр и вот 1 сантиметр. Надо будет, уберете на примерке, но всегда вот здесь вот прибавляйте нашу свободку. И начинаем строить наши брючки. Вот мы подняли точку. И вот так вот кругленько отрисовываем ее вот сюда. Ну, здесь вот почти ничего не надо исправлять. Извините, не сюда. Я же вам сантиметр дала прибавить вот сюда. Будьте внимательны, не делайте моих ошибок. Вот это нет. Я на сантиметр прибавила. Вот на этом месте, чтобы у нас все-таки какая-то свободка хотя бы 2 сантиметра была. Это для того делается, чтобы нам с вами иметь хорошие узкие брючки укороченные. И на заужение пошла. Сейчас я возьму линеечку еще и кое-что еще подправим. Сейчас обрежем все излишки и вы увидите разницу. Задняя половинка брюк. Естественно, она у нас сейчас без припусков на швы. Там сантиметрик будем прибавлять уже. Одна приятельница моя пришла, подняла мои брюки шелковые, коричневые. Они у меня лежали просто в кресле. И говорит, какой ужас. Вот тут две такие узкие маленькие штанинки. Тут они такие большие. И их тут много. И получается, такие много брюк и две такие узкие штанинки. Ну, это чьи такие брюки ужасные? Я говорю, мои. Она говорит, ой, кошмар, кошмар, кошмарные брюки. Потом я их отделала на себя. Она говорит, о, симпатично. А что они так выглядели вот отдельно, вот так, когда лежали в кресле? Ну, какая фигура, так и выглядели. Я внесла все изменения для того, чтобы нам сделать вот такие вот узкие укороченные брючки. За счет того, что мы строим узкие брючки, вот здесь немножко завышаем эту точку и немножко укорачиваем. А вы раз сделаете, два сделаете, уже будете свои мерки знать. Может быть, вам не 0,7 см. Может быть, у вас другие будут мерки. И совершенно наша выкроечка приобрела другой вид. Вот теперь я уже вижу, что это мои любимые брюки. Вот наша с вами передняя половинка, вот задняя. Вот она у нас везде на сантиметрик. Вот так вот идет задняя шире, чем передняя. Это все правильно. Эти точки мы сделали как для более узких брюк. Здесь мы не имеем права ничего менять, потому что у меня тут и не заложена никакая свобода. Наша выкроечка готова. Я хочу, чтобы все поняли, что каждый человек очень индивидуален. Мы отработали очень хороший крой, очень хорошую базу, основу умеем строить. Но она на каждом сидит по-разному. И с этим ничего есть сделать. Поэтому одеваем на себя макеты или первые брюки, вносим изменения. Одному надо выточку впереди, другому не надо. Одному надо сзади две, другому там очень маленькую какую-то нужно. Одному надо повыше носить, одному пониже. Одному надо что-то там чуть-чуть еще углублять в процессе примерки между ног капельку. Как бы очень индивидуально. Главное правильно сделать расчеты и одеть более-менее посадка есть. А вот эти мелочи, конечно, нужно дорабатывать. Всего хорошего. С вами были мы. Паук Штырина Михайловна. Я с любовь Алексей.